В республике проходит акция «Белая трость. Шаг навстречу». Традиционный проект призван помочь слепым и слабовидящим людям лучше ориентироваться на местности. Так, в специальной библиотеке имени Льва Толстого состоялся мастер-класс по использованию белой трости. Белая трость – это не только символ незрячих людей. Это их инструмент, их глаза. Как правильно держать трость, какие движения завершать и какие моменты учитывать при передвижении – все это смогли узнать и попробовать дети 9-11 лет из коррекционной школы для слепых. Во время ходьбы есть несколько основных движений – скольжение концом трости по полу, маятниковое и диагональное. Захватываем большим и средним пальцем саму рукоять. Указательный ложится наверх. И движемся вперед. Но рука близко находится, груди практически. Идем. Это техника диагонали. Педагог по пространственной ориентировке говорит, ребятам с нарушениями зрения необходимо привыкать к трости с детства, чтобы потом они могли перемещаться самостоятельно. Незрячие дети могут сталкиваться с различными трудностями. Во-первых, с непониманием. Потому что с виду очень часто слепой человек не похож на такого. И возникает недопонимание, когда человек говорит, ребенок говорит, что я слепой. Бывает, что ему не верят. Не все понимают и не все принимают, к сожалению, белую трость. У Карины Павловой весь мир на кончике трости. Ею она буквально простукивает свой пульт. Желтая дорожка и шум, точнее целая вселенная звуков, помогают Карине не сбиться. Из-за этого мастер-класса я узнала очень многое. Например, я никогда не знала историю белой трости. При использовании белой трости нужно знать обязательно приемы, самый основной маятник, и нужно знать, как правильно держать. Жизнь в темноте — особенная жизнь. Но главное — научиться видеть сердцем. Тогда любовь и доброта станут для человека теми лучами света, которые способны озарить мрак слепоты и сделать окружающий мир прекрасным. Рифат Фадкулин, Александр Петров, Республика.